Минувшие выходные профессиональный праздник отметила Федеральная служба войск Российской Национальной Гвардии. Ведомство исполнилось пять лет, это только в новом статусе. Сама Нацгвардия считает себя историческим преемником Российской империи отдельного корпуса внутренней стражи, созданного более 200 лет назад. Современные гвардейцы обеспечивают государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод человека, контролируют оборот оружия, идут борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. В Старом Москве управление Росгвардии представлено двумя отделами – вневедомственной охраной и лицензионно-разрешительной работы. На пульт Росгвардии поступил вызов, сработала тревожная кнопка в одном из трамваев. Нетрезвый пассажир устроил дебош в вагоне, пытался вырвать сумку у кондуктора. На место ЧП выехала группа вневедомственной охраны. Через две минуты нарушитель общественного порядка был задержан, а трамвай продолжил движение по маршруту. В прошлом году в Старом Москве началась работа по внедрению новой системы мониторинга безопасности в общественном транспорте. Сегодня уже 63 трамвая оборудованы тревожными кнопками и камерами видеонаблюдения. На очереди маршрутки, кареты скорой помощи и школьные автобусы. Любая ситуация связана с угрозой, в первую очередь, с угрозой жизни пассажиров, начиная от угрозы террористических актов и заканчивая любым административным правонарушением. При какой-то чрезвычайной ситуации на маршруте движения трамвая, в любой точке его движения, водитель нажимает тревожную кнопку. Наш наряд реагирует. Дежурный отслеживает маршрут, сообщает группе сдержания, она выдвигается. На страже круглосуточно 10 экипажей вневедомственной охраны, причем каждый ведет патрулирование строго на своей территории. Для удобства город условно разделили на секторы, чтобы время прибытия на вызов в любую точку оскола не превышало трех минут. Специфика нашей службы подразумевает то, что весь город у нас поделили на сектора. За каждым сектором закреплена конкретная группа сдержания, которая на своем секторе досконально знает полностью все объекты и квартиры, знает расположение улиц, домов. Лучше город не знает никто, как наши сотрудники, находясь на маршруте патрулированной. Основное отличие Росгвардии от любого другого структурного подразделения ОМВД в том, что это военная организация, хорошо вооруженная, оснащенная спецоборудованием, серьезной физической и боевой подготовкой сотрудников. Помимо охраны порядка, обеспечения государственной общественной безопасности, охраны объектов и борьбы с терроризмом и экстремизмом, Росгвардия контролирует оборот оружия. Занимается этим отдел литензионно-разрешительной работы. Староскольцы достаточно серьезно вооружены на сегодняшний день. Вот у нас только на территории Староскольского городского округа официально зарегистрировано 4379 владельцев. То есть оружие латкоствольного охотничьего, оружие органичного поражения, это пистолеты, револьверы и оружие охотничьего с навязным стволом. В том числе есть двое граждан, которые занимаются спортивной стрельбой. Это наши чемпионы России, заслуженные мастера спорта, у которых на законных основаниях зарегистрировано спортивное оружие стрелковое. За пять лет в Старомосколе изъято более 500 единиц незарегистрированного оружия. Зафиксировано тысяча нарушений правил его хранения, ношения и перевозки. А вот серьёзных преступлений, связанных с использованием оружия не по назначению, не зарегистрировано. Сотрудники Росгвардии напоминают, что за незаконное хранение опасного снаряжения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Стражи порядка призывают не нарушать закон и при этом заработать. Так, за добровольную сдачу оружия с нарезным стволом предусмотрено вознаграждение в сумме 5000 рублей. За гладкоствольное и пистолеты – 3000.